Приветствую вас, я вижу, вы такой достаточно позитивный человек, вот, это всегда очень здорово видеть позитивного такого душевного, сердечного человека, вот. Я хочу сказать, что вы, в принципе, в той достаточно хорошей ситуации, когда делать ничего особо не надо. Мне кажется, что если вы будете естественными, мне кажется, так вот, мне кажется, честно, мне кажется, что если вы будете естественными, если вы будете собой, то всё у вас получится. У вас получится именно то, что вам нужно, у вас получится именно те, именно тот результат будет, который, у которого вы достойны. Мне кажется, так, мне кажется, такой момент. Другой вопрос, почему вы долгое время идеализировали человека, вот, другой вопрос, почему вы долгое время его идеализировали, почему он для нас, вот, стал, кем-то, ну, вот, кем-то, очень идеализированным, да, то есть, что стоит, собственно, в лазнове, вот этой идеализированности. Вот, мне кажется, что, мне кажется, что эти вещи очень важны, мне кажется, что этот момент очень важен, мне кажется, что эта история достаточно важна, вот. Вот, мне кажется, что, вот, где-то там, в основах вашей идеализации лежит ответ на более такой глобальный вопрос о том, как складывается ваша жизнь и насколько она, ваша жизнь складывается вообще, говоря, корректно, насколько она складывается хорошо, насколько она складывается естественно, вот. Вот, и так далее, вот. Я думаю, что есть некая неудовлетворенность у вас, прямо вытекающая из вашего подхода к жизни, я думаю, что есть некая неудовлетворенность, я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется так. Вот, и соответственно, соответственно, на это, на мой взгляд, на это нужно обратить ваше самое пристальное внимание, потому что это важно, потому что это очень важный такой момент, вот. Вот, и, возможно, имеет смысл больше внимания все-таки уделять себе, возможно, стоит больше, больше проявлять заботы о себе, больше любви, вот именно о, именно, именно к себе больше предъявлять этого всего. Имеет смысл. Вот. Ну, и да, понятно, что это, по сути дела, только такие вот вещи к ситуации, отношения особо не имеющие. Но, мне кажется, что, отвечая на ваш вопрос, который вы задаёте, можно сказать следующее, что нет ничего плохого, если в том, что вы честно скажете мужчине всё, как есть, что он вам понравился, что вы хотите поддерживать отношения и, ну, то есть, если вы хотите продолжать общение, вот, я не думаю, что в этом будет что-то плохое, но вы избавите себя от необходимости брать и сказать какие-то выходы и так далее, так далее, так далее, так далее. Другой вопрос, что человек, он может подумать, что вы его просто идеализировали как врача, потому что всё-таки отношения ваши, они складываются, ну, складываются именно из взаимодействия как врач и пациент. И это может его несколько отталкивать от вас, то есть, он может не принять вашу симпатию. Ну, опять же, я думаю, что это ненадолго, то есть, это не продлится долго этот момент и вы очень быстро сможете, опять же, убедить его в том, что ваши симпатии искренне, если, если, если вы будете вести себя, естественно, это вот одно из самых важных условий. Можно, конечно, и ничего не делать в расчёте на то, что он сам проявит инициативу, а если не проявит, то чуть позже прийти к нему и, там, сказать ему о ваших желаниях. Вот, то есть, тут как бы всё угодно, вот, к чему, что ближе вам, то и можно сделать, вне зависимости от того, там, какие будут варианты. Меня несколько, конечно, смущает то, почему вы сами не знали, как поступать, если я могу предположить, что вы не очень уверены в себе. Вот, если вы не уверены в себе, то с этим, безусловно, нужно как-то работать, если вы не уверены в себе, то с этим нужно как-то взаимодействовать, если вы не уверены в себе. Если вы чего-то, там, боитесь, чего-то опасаетесь, то на это нужно обращать самое пристальное внимание, вот, и, соответственно, уже исходя из этого делать какие-то дальнейшие выводы. Я прекрасно понимаю, что мужчина вам нравится, я прекрасно отдаю себе отсчёт в том, что он вам нравится, и я думаю, что это здорово, что он вам нравится, я думаю, что это великолепно. Вот, но вы сомневаетесь пока, вы сомневаетесь. Здравствуйте, 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 советы у психолога. И вот мне кажется, что именно основу для сомнений, в первую очередь, нужно прорабатывать. А дальше уже будет, ну, то есть, всё остальное уже дело следствия и дело техники. Вот, такая вот история. Это чувствуется, что мужчина для вас чересчур важен. Это, конечно, может оказывать, ну, некоторое сдерживающее влияние на ваше взаимодействие. Вот. Очень важно таким образом определить то, в чём вы чувствуете себя зажатой, в чём вы себя сдерживаете. Очень важно таким образом определить данный аспект и, соответственно, после этого уже будет понятно то, что вам делать дальше. То, как вам, ну, двигаться дальше и так далее. Вот. Я думаю, что примерно так можно ответить вам на вопросы, которые вы задаёте. Вот. Уместно ли в моём случае тёплое нежное общение? Да, а почему нет? То есть, вот почему вы сомневаетесь в том, что ваше, как вы говорите, тёплое нежное общение, оно уместно? Почему в этом вас сомневаетесь? Вот мне просто интересно. Почему в этом сомневаетесь? Я думаю, что это стоит разобрать, это стоит рассмотреть. И, возможно, я ещё раз повторю ваши сомнения в себе, в комплексах, какая-то неуверенность, страхи. Может быть, потому что вы пишите, что ваша, вот, влюблённость к нему, она была достаточно, ну, достаточно долгой по времени. Вот. Такая вот история. Аммм. Так. Ммм. Выпрашивайте, как застынет дать понять, что он очень не нравится, я совершенно не буду против, если он будет посмелее. Искренность. Искренность. А, дальше уже. Всё будет так, как будет. Понимаете? На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что вам ситуация разрешилась. Надеюсь, оставаться ко мне. iper с собой,ipped. Продолжение следует...